Всем привет! Я Адриана. И сегодня я хочу вас познакомить с уникальным, просто невероятно красивым растением кислицей. Кислица получила свое название из-за того, что у нее листочки и стебли кисленькие. Ее можно употреблять в пищу. Вот этот горшочек с кислицей я хочу подарить, а этот горшочек я обязательно разделю, потому что у меня есть правило. Каждого растения должно быть минимум два горшка. Почему? Потому что если одно заболеет или что-то с ним произойдет, у меня будет возможность размножить из другого горшка. В первую очередь нужно хорошо пролить земляной ком, чтобы корни легко вышли из горшка. Теперь аккуратно отпускаем. Немножко по стенкам горшка можно побить, чтобы грунт отходил. У кислицы очень хрупкие стебелечки и листочки, поэтому держим ее аккуратно, немножко потряхивая. Так. Можем помочь себе лопаткой. Так. Так. И аккуратно достаем ком. Вот так. Здесь мы можем увидеть маленькие клубни. Вот такие, оранжевого цвета. И мы можем поделить кислицу прямо по вот этим клубенечкам. Так. Аккуратно. Не забываем, что она хрупкая. Вот. Такая она у нас красотка. Если вдруг случайно вот так сломается листочек, ничего страшного. Мы можем посадить клубенечек даже без корней, без листьев. И оно обязательно прорастет. Вот если посмотреть поближе, то мы увидим здесь вот зачатки листочка. Как мне это показать? Прям вот тут прям видно-видно-видно. Еле-еле-еле. Также кислицу размножают и семенами. Для этого рассыпают семена по поверхности грунта, накрывают пленочкой или стеклом. Они прорастают примерно как петуни. А потом рассаживают в разные емкости. И в принципе появляются клубинки. И также мы сажаем их. В один горшок можно посадить несколько клубней, 5-7. И в скором времени опять получится большой кустик. Я сейчас аккуратно их разделю. Конечно, это занимает время. И посадим в горшок. Вообще садоводы и цветоводы очень любят кислицу. За то, что у нее очень интересная форма листика. Наверное, ни одно растение, кроме как клевер, не может похвастать такой красотой. И в то же время яркостью и нежностью. Ну, просто бабочки. В летнее время садоводы выставляют кислицу на террасы, на веранды. Для того, чтобы озеленить веранду. Создать уют. Ну вот я разделила почти пополам. У меня осталась здесь вот такая кучка. Так, ее я посажу в этот же горшок, только обновлю грунт. Кислица совершенно нетребовательна к грунту. Можно взять любой универсальный грунт из магазина, в котором вы уверены. Вот примерно на 3 литра грунта я насыплю примерно стакан вермикулита. Не бойтесь переборщить с вермикулитом или перлитом. Хуже не будет. Единственное, когда будете насыпать перлит, постарайтесь, чтобы не сильно поднималась пыль. Ну, чтобы не вдыхать это. Тоже где-то стакан. Так. Так. И где-то стакан также песка. Все будет рыхлое. Корни будут очень хорошо себя в нем чувствовать. И перлит, и вермикулит – это минералы природного происхождения. Так что не бойтесь их использовать. От этого растениям только лучше. Хорошо перемешиваем. О, какой он красивый. Прям сразу захотелось все попересаживать. Какой он красивый, рыхлый. В предыдущий горшочек. Тут уже есть керамзит для дренажа. Добавляем немножко грунт. И сажаем. Сильно не заглубляем. Досыпаем грунт. У кислицы есть такая особенность. Вечером она закрывает свои листочки. Вот как здесь. А еще она может закрывать листочки перед дождем. Грунт не насыпаем до самого края, чтобы при поливе земля не выливалась. Поливаем. Кислица любит умеренный полив. Не терпит пересыхания и переувлажнения. Поэтому следите за этим. Так, один горшочек готов. И теперь посадим второй. Насыпаем сюда керамзит. Насыпали керамзит. Теперь насыпаем грунт. Немножко прикрываем его. Вот так. И теперь можно сюда расположить наши клубни. Аккуратно. Может возникнуть вопрос, почему я сначала делила-делила, а потом также их вместе посадила. Процесс деления должен быть очень аккуратным. Каждый листочек, каждый клубенечек, потому что можно повредить нежные листочки. А потом вот вместе мы их и посадили. Аккуратно поливаем. В начале кислица выглядит немножко такой растрепанной девочкой. Но со временем, буквально через 2-3 дня, листочки направятся куда нужно. И она опять будет пышным шариком. И вот у меня теперь два горшка замечательной кислицы. Пару слов о вредителях. Кислица, конечно, редко поражается вредителями. За счет того, что все-таки сок у нее не сладкий, а кисленький. Но иногда бывает такое. Не упустите, пожалуйста, этот момент. Обязательно осматривайте свое растение. Если вы сомневаетесь, что это за насекомое на вашем растении, сфотографируйте его, придите в цветочный магазин, и вас там без проблем проконсультируют. Вот с таким интересным растением я вас сегодня познакомила. Кислица совершенно неприхотлива в уходе, и она с удовольствием поселится в вашем доме. Это и другие выпуски вы можете посмотреть на сайте Мир Белогория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова